Вот из-за одного неадекватного автовладельца на рейн-дровере вот так вот эвакуатор должен был заехать, чтобы данную машину эвакуировать. Многоуважаемые автовладельцы, если вы уже и нарушили правила дорожного движения, припарковались на тротуаре, будьте так любезны, ставьте под лобовое стекло номер телефона, чтобы вас могла разыскать полиция, чтобы вашу машину не эвакуировали. Естественно, мне номер вашего телефона не нужен, я звонить нарушителям не собираюсь, потому что пару раз я звонил, предупреждал, но водители игнорировали, не приходили, и машину эвакуировали, потом мне сыпались угрозы, и все вот в этом роде. Поэтому я нарушителям не звоню больше. Но вы, если нарушаете, оставляйте номер мобильной связи для сотрудников полиции, чтобы вас могли идентифицировать, и чтобы ваша машина не подверглась эвакуации. Вот видишь там, как мама с ребенком объясняет, что вот так вот парковаться как, а нельзя, нехорошо. Вот маме интересно с ребенком, вот так она, ребенка, учит, что вот такие вот водители являются злостными нарушителями. Тяжело ему, да? Да, я же говорю, неудобно. Данные манипуляторы, то есть эвакуаторы, не предназначены для эвакуации таких вот машин. Здесь был бы машина с манипулятором, да, она бы его быстро эвакуировала. А в данном случае здесь большая проблема. Вот так же мама своим детям объясняет, что это такое, и что эта машина делает. То есть здесь нужна быть ювелирная работа сделана, чтобы не повредить ни машину, ни тротуар. Чтобы данного нарушителя могли эвакуировать. Почему не вызвать нормальный эвакуатор с манипулятором, чтобы не иметь вот такой вот большой геморрой? Как бы это грубо не звучало. Очень такая ювелирная работа водителя эвакуатора, чтобы не повредить машину. За что ему отдельный респект водителю эвакуатора. Именно так ювелирно штангами работать, это нужно иметь большой опыт. Вот так ювелирная работа. А, хочется ее поднять, чтобы ближе подъехать. Чтобы можно было ее удобнее взять. Ну, продумано все. То есть автовладитель эвакуатора, а, точнее, автовладелец эвакуатора. Очень-таки опытный водитель, как я их подгляжу. Ювелирная работа. Машину ставят поближе, чтобы можно было штанги дальше продвинуть. То есть водитель-ювелир. За три года моей деятельности впервые вот такая ювелирная работа водителя эвакуатора, когда вот так вот большая проблема эвакуировать машину. Ну, и машину поднимают. То есть водитель эвакуатора отдельный респект. Многоуважаемый директор штрафстоянки Струшен, выпишите отдельно премию водителю эвакуатора за такую ювелирную работу проделанную. Ну что ж, нарушитель будет двигаться в Трушене. Трушене. Ну что ж, нарушитель едет в Трушене до понедельника. Сегодня суббота. Еще раз этих, которые пишут, найди работу, бездельник. Я в субботу, воскресенье не работаю. Я работаю пять дней в неделю. Ну, а данный нарушитель едет до понедельника на штрафстоянку, потому что в субботу, воскресенье штрафстоянка в Трушенах не выдает машины. А экипаж полиции просто покидает локацию. Хотя я сказал, что хочу им передать видео автовладельца, который хотел здесь, точнее, совершил на меня наезд. Вот нехорошие сотрудники полиции. Но ничего, мы видео передадим другим экипажам полиции.